16 лет назад началась история моего знакомства с моим мужем. Я была совсем маленькая девочка, мне было 16 лет. Прошло 8 лет, потом 2 года мы были в таком процессе расставания. Кто тогда стал основным моментом этого разрыва? Почему так случилось? Сейчас я понимаю, что основные моменты разрыва и в моей семье, и я думаю, что во многих семьях в Украине, это неудовлетворенность в сексуальных отношениях пары. Я не испытывала оргазм, я ничего не чувствовала, ну очень низкая была чувствительность. Естественно, мой мужчина не чувствовал себя со мной Богом в человеческом теле, то есть ему был невкусный секс со мной. Поэтому мы когда расходились, мы расходились на таких фразах, что я холодная в постели, что меня не хочет, что я его не привлекаю, я его не возбуждаю. Поэтому, конечно, это то, с чего начинаются отношения, и то, на чем все отношения обычно заканчиваются, на неудовлетворенности в сексе у мужа и жены. Я начала изучать все способы раскрытия женственности. Мой путь привел меня в Россию, и за этим я уехала в Таиланд. Дальше у меня была Индия, ведические знания, потом это были славянские практики, потом это были практики тайского искусства, занятия любовью, орально-мануальные массажи. Ну, в общем, я начала изучать все, что должна знать каждая женщина. Я создала центр, и так применила все то, что было накоплено мной. Пошли. Пошли. Девочки, как вы считаете, кто такая незабываемая любовница? Вот кого мужчины не забывают, не уходят, не… Ну, невозможно от нее оторваться. Это какая? Мама получает удовольствие. Получает, да, такое вот удовольствие и… Просто отличница. Ну, именно, то есть наполнена настолько вот счастьем во время этого процесса, что он сам в шоке, какой я классный. Да, 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 все правильно. Незабываемая любовница – это та, которая сама умеет получать незабываемое наслаждение. Слышите? Потому что ему доставит больше удовольствия. Оргазмичное я, чувствительное я, с энтузиазмом сама получающее удовольствие женщина, которая тем самым показывает, что он бог в человеческом теле, да? Оргазм – это совершенно новое понятие, это пик наслаждения. Оргазм испытывает ваша голова, ваш мозг. Оргазм испытывает все ваше тело. Переживание очень сильное. Во время оргазма, говорят, вы испытываете маленькую смерть. То есть оргазм – это маленькая смерть. Каждый раз испытывая это самая высокая половую эту разрядку, да, самое высокое наслаждение, вы как будто умираете. Если измерить ваши показатели вашего головного мозга и в сердце, и в кровообращении, и сердцебиении, такое впечатление, как будто вы выключились. На какой-то момент перезагрузка происходит. Слышите? В этот момент происходит перезагрузка. Испытывать оргазм очень важно. Женщины, которые испытывают оргазм. Первое. Они живут на 10-12 лет дольше, если они испытывают оргазм хотя бы раз в неделю. Во время оргазма вырабатывают специальные вещества, которые улучшают потенцию вашего мужчины. Дальше. Женщины, которые испытывают оргазм, они психологически более устойчивы, да. Женщинам нужно испытывать 30 минут возбуждения, чтобы испытать вагинальный оргазм, чтобы у нее включилась, например, та же волшебная точка G. 30 минут фрикции, девочки, где у нас иногда, ну, чаще всего, есть 30 минут фрикции. Поэтому то, чему мы сегодня научимся, как правильно подготовиться к сексу для того, чтобы 30 минут были не нужны. У нас есть там три сфинктера. Уротральный, вагинальный и анальный. Три сфинктера, которые соединяются мышцами, такое, как знак бесконечности. То, что мы с вами будем сейчас делать. Мы будем делать с вами акцент на вагинальном сфинктере. И анус чуть-чуть нам помогает. Это упражнение, которое вы делаете непосредственно перед сексом. Поехали. И это вам поможет очень быстро подкипеть до того, как любимый до вас прикоснется. Это упражнение непосредственно в сексе. Когда мужчина лицом к вам, вы двигаете таза вперед. Сжало, расслабило. Чем активнее ваш таз, тем ближе ваш оргазм. Я вам сейчас что-то покажу, что изменило мою жизнь 6 лет назад. Это тренажер Владимира Ильинича Муранивского. Тренажер для вумбилдинга. Здесь честные глаза тренажера. И мы сейчас с вами увидим, что происходит у вас внутри. Попробуй без меня просто сама сжать 200-220. И объяснить, представляешь ли ты, как можно так делать вагиной. 180, 160. Давай еще. Расслабилось. Сжало. Расслабилось. Еще 200 давай. Надо 200. Детка, я в тебя верю. Давай. 140. Не получается, да, у нас? Представь себе, что мышцы твои сильнее, чем твои руки. И ты вагинальными мышцами спокойно сжимаешь 200-220. Сексуальное образование важно, мне кажется, для каждой женщины. Потому что это то, что поможет сохранить семью. Светлана заряжает бешеной энергетикой. Каждый раз, я не первый раз общаюсь со Светой, но каждый раз после ее общения мне хочется свернуть горы. Я вся такая очень энергичная тоже и меняю свою жизнь в лучшую сторону. Поэтому, конечно же, я буду продолжать сюда ходить. Мне кажется, что это то, что нам дано, и этим надо пользоваться, и надо брать, как говорит Свет, от этого все. Нет, я уже закончила, у Светы была на курсах, закончила тренинг «Чего хотят мужчины». И, конечно же, обучения мало не бывает, хочется всего нового, нового, нового узнавать. Поэтому продолжаю вот курс ходить. Вам бурные аплодисменты, потому что вы видите, какие единицы вообще будут это знать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Знает ли муж о том, о вашем бизнесе? А общаетесь ли вы с ним сейчас, и что он вообще думает по этому поводу? АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас мы поддерживаем такие человеческие, дружеские отношения с моим мужем. Я думаю, что он знает, видит меня по телевизору, читает обывания в журналах, но он в жизни не признается, что он гордится. И у нас двое детей, которые навсегда делают нас родными людьми. Это то, что у нас обоих вдохновляет, мотивирует, и то, ради чего это все. Смотри, уже выдергивается, уже шпагаты все показывает. Красная вся отсюда. Будет меня вечером ненавидеть. Скажите, вы знаете, чем занимается ваша мама? Ну, она превращает женщин в женственных, красивых, мудрых. Делает их лучше. Лат, а ты как считаешь, тебе нравится, чем они занимаются? Ты гордишься своей мамой? Да. Она очень успешная. Иди в ней, мамочка. Ты застесняла дочку. Ну, мамочка, я тебе выходной. А что вы хотите взять? А что вы хотите делать? А все клиенты привык. Удачи! Смотри, я тебе скучаю. Смотри.